Женская команда из России будет играть в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Это стало ясно сегодня, после того, как в 1-8 пробилась россиянка. За выход в следующую стадию коллективу из Красноармейска предстоит побороться с воронежской энергией. Россиянка сегодня и в ответной игре одолела голландский твент. Репортаж Мурада Латипова. Комфортные 2-0 в Голландии позволяли девушкам играть в кростивый футбол. Ну а болельщикам ожидать результативной игры. В итоге ни того, ни другого. Ну если не считать единственный гол в конце матча, который ничего не решал. Моменты были, ну какие-то вялые. В общем сложилось впечатление, что те два гола в Голландии из головы наших девушек так и не вышли. Вообще и не только в защите, в принципе как таковой вообще игра не очень порадовала. Потому что качество игры на поле соперника, то есть в Голландии мы играли гораздо интереснее. Судя по тому, что после перерыва сказал главный тренер, слова свои действия возымели. К сожалению, ненадолго. Но если сравнивать первый и второй таймы, наши во втором сыграли лучше. В перерыве нашла нужные слова, чтобы нам сказать. Мы в принципе все поняли. Ну вышли, я думаю, второй тайм интереснее получился, чем первый. Как сказала после матча тренер Татьяна Егорова, к девочкам все же больше применим пряник, а не кнут. В итоге-то они выиграли. Но судя по реакции самих девушек, к себе они применили бы кнут. Играли из рук он плохо. Игра ужасная. Смотреть на это не очень интересно. И я понимаю болельщиков, которые сидели скучные, грустные, недовольные. Самой было скучно, грустно. Даже автор Гола Кристиана уверена, что могли бы сыграть лучше. Во время интервью она была очень серьезной, что бразильянкам не свойственно. Это подтвердила и переводчица Беатрис. Кстати, она обещала, что в следующий раз, если они пройдут четвертьфинал, ее подруга станцует самбо. В итоге в одной восьмой финале россиянки встретятся с воронежской энергией, с которой подмосковные футболистки борются за первое место в нашем чемпионате. В предстоящих лигочемпионских играх накала будет больше, а вот на одну российскую команду станет меньше. Мурат Владимиров, Кадим Шахмазаров, Вести Спорт.